Всем привет, дорогие друзья, с вами Скляга. Сегодня на повестке дня у нас револьвер Гвидо Мисты из аниме Невероятное Поключение Джо Джо. Видео обзор переснимаю, так как были жалобы, что мол тихо, ничего не слышно. Стараюсь ничего не забыть, то что упоминал в первом видео. Так, макет выполнен из МДФ, фанеры, дерева, ПВХ-пластика, ну и немного картона на детализацию. Вот. Имеется УСМ, взвод-спуск. Взводим, спускаем. Как видите, без поворота барабана. До этого я пока еще не дорос. Так что, будем совершенствоваться, и когда-нибудь сделаю револьвер с полностью рабочим УСМ, с поворотом барабана. Вот. Это мой первый револьвер. Получилось довольно-таки неплохо, как я считаю. Барабан у нас откидывается в сторону. Вот. Имеются патроны. Шесть штук. Экстрактор тоже работает. Вот. И все выпали. Так. Вот. Шесть патронов. Выполнены из бумаги, намотанных на палочку от Суши. Дальше уже обработано гравером, покрашены в золотой цвет. Как выкладывал короткое видео, где еще незаконченный проект был, и барабан закрывался. Резким поворотом барабана в сторону, он закрывался. Сейчас такого сделать невозможно. Возможно из-за прокраски. Дала толщину. Вот. И уже так не закрывается. Ну, можно, конечно, прокатить. В каком-то случае, наверное, раз в десятом, может быть. Но я уже так не делаю. Закрывается и хорошо. Резко откидывать. Можно это. Не повторять. Вот. Все. Работает. Щелчок. Шаблоны. Ну, я выложу в группу в скором времени. Не знаю, может, чем-то помогут, кто будет, может быть, делать этот револьвер. По габаритам я увеличивал руку персонажа Гвидамисты под свою. И в ходу он лежал револьвер. И вот получился как раз габарит. Не знаю, может быть, он меньше немного. Ну, такой вот габарит получился. В принципе, руке сидит удобно. Такой крючок удобно нажимать. Палец дотягивается. Одной рукой. Все. Ну, вот такой вот интересный проект получился. Собрал много лайков данный проект. Публика оценила. Всем спасибо. За ваши лайки. Вот. Надеюсь, еще какие-то интересные проекты найти. И Также вас радовать процессом создания. Всем спасибо за просмотр. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok